Привет, это Бабл на канале Технозон и сегодня у меня обзор вот такой вот приставочки. Не знаю, то ли подставка под сметанку, то ли под баночку, но на самом деле это не так. Это Magic C N6 Max. Вот такая вот замечательная приставка на базе Rockchip 3399. Ну а чем же так интересен для нас процессор Rockchip 3399? Да тем, что здесь есть два ядра Cortex-A72 и четыре ядра Cortex-A53. И это сейчас является мейнстримом в топовых процессорах для смарт-ТВ-боксов. Не так давно в своих обзорах я обозревал X99 на том же процессоре 3399, но между этими приставками есть небольшое различие. Начну сразу о преимуществах этой приставки. Эта приставка имеет 4 гигабайта DDR4 на борту. У нее есть очень неординарная система охлаждения, верхний круговой диффузор и наличие сзади огромного количества диффузоров для от вентиляции и отвода тепла. Работают достаточно хорошо на этой приставке. Также я провел троттлинг-тест данной приставки и она показала очень высокую стабильность работы. Ну и главное ее преимущество перед X99 это цена. А вот для того, чтобы убедиться на сколько эта цена ниже, то я ссылочку и на X99 и на вот этот вот N6 Max положил в описании под видео. Но как же, спросите вы, ведь X99 казалось бы хуже по характеристикам и стоит дороже, но отличия действительно есть. У X99 есть неоспоримое преимущество, это нативная поддержка голосового управления и пульт с голосовым управлением в комплекте. А также, к сожалению, N6 Max не работает с автофреймрейт, ну или по крайней мере у меня не получилось его запустить. Он уперто показывал все на 60 Гц. Ну а в остальном, в принципе, эта приставка очень достойный конкурент X99 нашему громому флагману. В ней 32 гигабайта хранилища MMC, но я вам честно скажу, у нее немножечко слабее Wi-Fi модуль, чем у X99. Но вот LAN-порт меня порадовал 800 мегабитами на загрузку. Это отличнейший результат. И я вам это все покажу дальше в видео. А также мы дальше в видео посмотрим возможности просмотра телевидения на этой приставке, немножечко поиграем, посмотрим фильмы, запустим тестовый Jellyfish с фреймрейтом 400 мегабит в секунду. Ну и сложим общее впечатление. А также я хочу напомнить о том, что на нашем канале постоянно проходят розыгрыши, ценных призов и подарков. И на момент съемки этого видео у нас на канале разыгрывается NVIDIA Shell TV. Все условия розыгрыша, все условия наших акций вы можете найти в описании под видео. Но чтобы не пропустить наши дальнейшие розыгрыши, наши дальнейшие обзоры и кучу интересных наших видосиков, советую вам нажать подписаться и колокольчик. А также советую вступать в наши паблики ВКонтакте, Вайбер и Фейсбук, где идут очень много интересных обсуждений. И есть очень много интересных ссылок на различные акции, распродажи, купоны и много-много-много чего. Но сейчас я предлагаю взять наш Magic CN6 Max и хорошенечко его потестировать. Ну что ж, я говорю свое фирменное. Поехали, ребят! И вот наш Magic CN6 Max на распаковочке. Сверху мы видим сразу надпись RK3399 CPU, 2.4 ГГц Wi-Fi, 5 ГГц Wi-Fi, кодек H.265 и 4K Ultra HD. Коробка намекает на премиальность данного девайса. Упакована просто отлично. Сзади у нас есть технические характеристики. Это CPU 2 ядра Cortex-A72 и 4 ядра Cortex-A53. Здесь 6 ядер процессор, GPU Mali-T864, память DDR4, 4 ГБ, EMMC 32 ГБ хранилища, ну и само собой сетевые стандарты. А поддерживает она вплоть до 5 ГГц AC и 2х2 MIMO стандарт. Это очень быстрый стандарт Wi-Fi. Ну, начнем открывать ее, посмотрим, что у нас внутри. Вау, вот такая вот приставочка. Интересное решение, скажу я вам. Я не знаю, что это такое. Это может быть подстаканник, может сюда банку со сметаной можно поставить. Но дизайн достаточно интересен. Вообще, я вам скажу так. Здесь диффузоры для отвода тепла по кругу. И снизу она вся усеяна диффузорами, поэтому с перегревом здесь вообще не должно быть проблемы. По интерфейсам у нас есть USB Type-C, USB 3.0, есть аудио коаксиал, есть LAN 1 ГБ, есть кнопка сброса, есть HDMI, разъем питания, 2 USB 2.0 и поддержка TF-карт. Больше на этой приставочке ничего нет. Дизайн вообще очень оригинальный. Я уже понимаю, как здесь сделано охлаждение. И это нечто необычное для меня, по крайней мере. В комплектации у нас идет зарядка, также у нас идет стандартный HDMI кабель и вот такой вот пульт. А пульт достаточно необычный. Пульт у нас с программируемыми кнопками для телевизора. Это вот такая вот штука. Обязательно посмотрим, что это за пульт. Мы его сейчас аккуратненько вскроем. Вот эта вот панель, она вся нажимная. Здесь очень интересно реализованы домой-назад сабменю и включение курсора мыши. Также внизу есть кнопочки регулировки громкости. В принципе, нестандартный пульт, очень мне нравится. Сзади есть инструкция по программированию, что в принципе облегчит сам его процесс. Больше в коробке нет ничего, кроме какого-то мануала, который в принципе-то нам и не нужен. Мы сейчас так все посмотрим с вами сами. Magic CN6. Интерфейс достаточно лаконичный. Сверху мы видим с вами иконочки подключения различных интерфейсов. Первое это Wi-Fi, второе это Bluetooth. Третье microSD карта, USB порт и LAN. Мы видим, что сейчас активен LAN и он здесь вот подключен. Есть приложение очистки памяти. Также в интерфейсе есть настраиваемая строка. Вы можете добавлять приложение на главный экран. Вот у нас появилась строка. Очень удобная штука, легко настраивается. Класс. Насчет интерфейса у нас проблем как бы нет. Можем зайти в приложение. Здесь все тоже достаточно лаконично, быстро перелистывается. Давайте рассмотрим основные настройки. Сеть у нас поддерживается 5 ГГц, 2,4 ГГц. Мы видим, что у нас подключено 5 ГГц и подключен одновременно кабель LAN. Есть Bluetooth. В звуке у нас есть настройки объемного звука. Есть выбор выхода SPDIF, либо HDMI Bitstream. В настройках HDMI мы можем поменять разрешение. Можем с вами поменять различные дополнительные настроечки. Зум экрана. И есть поддержка технологии CEC. Из коробки нам доступно 26 ГБ. Заходим в обустройство. Видим название N6 Max. Android 7.1.2. В принципе здесь больше для нас ничего интересного. Если мы зайдем в More Settings, мы вывалимся в стандартные настройки Android. Но перед тем, как начать тестирование, я предлагаю включить наш стандартный floating windows CPU монитор. Вот наша приставочка в простой у нее сейчас 67 градусов. 6 ядер. И сразу далеко не забегая мы будем проводить троттлинг тест. Мне интересно, как троттлит эта приставка и троттлит она вообще. И вот мы с вами увидели результаты троттлинг теста. Мы видим, что она очень достойно его выдержала. Особого троттлинга у нас не было. Производительность опускалась до 84%. Что в принципе очень неплохо для данного типа процессора. Объясню почему. Здесь есть ядра Cortex-A72 и есть ядра Cortex-A53. Так вот в троттлинг тесте они задействуются одновременно все 6 ядер. Хотя в реальной жизни работают либо 4 ядра Cortex-A53, либо 2 ядра Cortex-A72. Так что свой троттлинг тест на 6 ядер она выдержала очень достойно. Мы видим, что мы сейчас на Wi-Fi. Раз уж мы на Wi-Fi, давайте запилим спид-тест. В первом тесте 5 ГГц мне показало на закачку 56 Мбит и на выгрузку 108 Мбит. Что я думаю зависит от провайдера и не совсем является информативным. Давайте сменим провайдера. На закачку 90 Мбит, а на выгрузку 118 Мбит. Что является очень хорошим показателем. Теперь протестируем 2 и 4 ГГц. 2 и 4 ГГц показали средние результаты. 27 Мбит на закачку и 49 Мбит на выгрузку. В принципе я думаю, что здесь тоже немножечко зависит от провайдера. Но в принципе это не самые лучшие показатели, но и не самые худшие по 2 и 4 ГГц. Теперь мы посмотрим, как у нас работает сеть LAN. А вот сеть LAN показала ошеломляющие результаты. Это 795 Мбит на загрузку и 411 Мбит на выгрузку. Отличный результат я считаю. AIDA64 показывает у нас, что это платформа на базе процессора ROGCHIP3399. И у нас доступной памяти 2 ГБ из 4. На борту 4 ГБ DDR4 и всего во внутреннем хранилище 25 и 74 ГБ. Сейчас свободно 16. Версия Bluetooth 4+, то бишь 4.1. По центральному процессору мы видим, что это 4 ядра по 1,4 ГГц. И 2 ядра Cortex-A72 по 1,8 ГГц. 64 бит. Архитектура ARM8A. Температура в простое у нас. В принципе совпадает с температурой на Floating Window. Поэтому можем на нее очень хорошо ориентироваться. Давайте сразу перейдем к тесту мультимедийных возможностей, чтобы не затягивать время теста. Начнем с просмотра IPTV. IPTV мы смотрим через Halva TV Player Plus. И Halva IPTV Player это золотой стандарт проигрывания IP телевидения. Вот наша Halva загрузилась. У нас здесь сейчас 400 каналов от Edem TV. Давайте посмотрим, как она работает с HD каналами. Это стандартный наш тест, который мы проверяем сразу же. Тут мгновенные переключения. Тут вообще никаких вопросов и проблем у нас нет и быть не может. Все мгновенно переключается. Все отлично работает. HD каналы. Все очень даже круто. Все очень круто работает. Также мы видим, что Halva TV Player поддерживает IPG. Поддерживает архивы. Давайте попробуем, как работают архивы. О, 21+. Остров Доктора Моро. Звездные истории. Сразу все в архивах включается. Без тормозов, без задержек. Приятно смотреть. Кстати, ссылочку на Halva TV Player вы можете найти в описании под видео. Кстати, здесь есть и взрослые каналы. Ну и после просмотра IPTV я предлагаю посмотреть, как работает онлайн-телевидение. Потоковое телевидение в Megogo. Здесь сюрпризов у нас не ожидается. Все работает отлично. Все мгновенно переключает. Мне очень нравится, как это работает. Никаких задержек и микрофризов нет. Я вам расскажу, как получилось. Потоковые фильмы Megogo. На все нашем любимом ридике мы попробуем посмотреть. После включения сразу перемотаю куда-нибудь подальше. Сейчас мы включим качество Full HD. Максимально, что у меня выдает Megogo. И тоже все отлично работает. С отличной мгновенной перемоткой. Идеально. Просто идеально. Также из потокового видео мы протестируем сейчас с вами Lazy Media Deluxe. Ссылочку на который вы можете увидеть в описании под видео. Также он устанавливается из всех наших репозиториев на нашем канале. Мы будем использовать Pro-версию. Мы сразу с вами посмотрим, как работает 4K-фильмы. Давайте уже столь привычную миссию Serenity. MP4 4K. Вот он включился, играет. Предлагаю переметать сразу на серединку. И все у нас работает. Ребята, 4K онлайн. Все прекрасно заработало. И никаких проблем нет. Он перематывает абсолютно мгновенно. Но, само собой, с такой скоростью интернета мы не ожидали получить ничего другого. Давайте же посмотрим, как оно работает через торрент. Конечно, 52 гигабайта файлик мы не будем замахиваться. А вот что-нибудь полегче мы, конечно, замахнемся. Давайте мы с вами проиграем. 11.7 гигабайт файл. 1080p. 60 fps. И мы смотрим с вами Full HD. 1080p. Торрент. Фильм онлайн. 60 кадров в секунду. И все это работает просто шикарно. Отлично работает. Мне очень сильно нравится. Конечно, Лэйзи Медиа Делюкс это одна из лучших программ для просмотра онлайн кино и сериалов. Так что тоже вам советую идти в описании под видео и искать там ссылочку. Также мы для теста используем с вами кинотеатр. Кинотор. Разработку которого поддерживает наш канал. Ссылку на кинотор вы тоже можете найти в описании под видео. И давайте вот включим фильм в качестве Blu-ray. Здесь у нас нет никаких сюрпризов. Все проигрывается просто великолепно. Отматывается тоже все с мгновенным переключением. Благо приставка достаточно мощная и интернет позволяет. Также нам осталось с вами протестировать YouTube. Давайте введем 4K. 4K у нас также работает и не вызывает никаких проблем. На YouTube через кабельный интернет. Нареканий у меня к этой приставке нет. А вот на чем хотелось бы более подробно остановиться. Это на игровых возможностях. Для этого мы сейчас с вами запустим тест Ice Storm Extreme в 3DMark. Мы видим, что в процессе теста, тяжелого теста 3DMark, она не нагревается. Вернее, температура держится в районе 80-82 градусов. Это абсолютно нормально для данного типа процессоров. Вот результат нашего теста готов. Я вам честно скажу, что температура в одном месте повысилась до 86 градусов. Это было. Результат у нас показал 8328 баллов. Это очень хороший результат. В принципе, на этом можно очень даже хорошо играть. Попробуем сейчас запустить некоторые достаточно хорошие тяжелые игры. Для этого мы будем использовать наш геймпад IPEG, обзор которого есть на нашем канале. Поэтому вы можете его там обязательно найти и посмотреть. А для тестирования игровых возможностей я выбрал PUBG Mobile. Конечно, играть в PUBG на Smart TV Box еще то извращение. Но, в принципе, игровые возможности показать она может. Ну что, ляпнемся с вами в воду, а? Или не стоит? Работает это достаточно неплохо. Температуру приставочка держит. Так что, думаю, в игрушки поиграть на такой приставке можно. Вот мы с вами играем в Asphalt Extreme. В принципе, такая себе игра. Конечно, но я ее тоже выбрал для демонстрации игровых возможностей данной приставки. А играет она лихо. В принципе, неплохо. Очень даже неплохо. То есть, в игры такого класса мы можем поиграть вообще без каких-либо вопросов. Я, конечно же, советую играть в игры, которые оптимизированы для Android TV устройств и Smart TV Box. Кстати, на канале есть полно видео про игры на Smart TV Box. Ну и Shadowgun Legends. Это такая себе классная стрелялка. Онлайн шутер. И вот он Shadowgun Legends. Он очень даже неплохо работает. По сравнению с S912 процессором он работает на порядок лучше. Вот мы вошли в бой. И здесь он работает намного-намного лучше, чем большинство других приставочек в этой игре. Класс. Мне очень-очень нравится. Я вам говорю серьезно. Я давно не испытывал такого кайфа. Температура, конечно, в столь тяжелой игре у нас выходит немножечко вверх. Она стремится к температуре 83 градуса, но в принципе на качество игры это не влияет. Ну а напоследок я хочу с вами проверить, как же она браузит и можно ли круто лазить в интернете. О качестве браузинга можно судить только лишь потому, что у нас запустился YouTube и проигрывает файлы абсолютно без каких-либо проблем. Но мы видим, что это мобильная версия YouTube. Давайте попробуем запустить десктопную. Только то, что мы здесь смогли запустить десктопный YouTube и проигрываем видео абсолютно нормально, без тормозов, говорит уже о том, что эта приставка способна обеспечить крутой браузинг. Вы можете заметить, что температура сейчас 81 градус. Но поверьте, если вы проделаете такое с любой другой приставкой, сейчас 80 градусов, то вы будете иметь невероятный троттлинг, поэтому это один из самых жестких тестов. Это десктопный YouTube через Google Chrome, при этом еще закачивает что-либо из инета. Работает это все просто отлично. Сейчас мы с вами посмотрим, как проигрывается Jellyfish 400 мегабит в секунду, 4К, Ultra HD, HDR 10 бит. И здесь это вообще не вызывает никаких затруднений. При этом при проигрывании 4К, HDR 10, Ultra HD, оно работает абсолютно нормально и не греется. Вот так вот, 73 градуса, температура проигрывания столь тяжелого файла. 400 мегабит фреймрейт данного файла. Ну а я сложил впечатление об этой приставочке. Предлагаю пройти, прорезюмировать наше видео и понять, стоит ли вообще обращать внимание на данную приставку или нет. Ну что ж, тесты показали, что эта приставка является очень хорошим перспективным флагманом. Пока не выйдет что-нибудь помощнее. Честно вам скажу, она достаточно хорошо держит температуру, но в асфальте 9 она нагрелась до 86 градусов. Но учитывая, что это все-таки ядра Cortex A72, то в принципе такая температура является для него приемлемой. Данная приставка очень хорошо воспроизводит IP телевидение и на ней можно поиграть в большое количество игр, но я советовал бы на ней играть в игры, оптимизированные для смарт ТВ боксов. А вот информацию о таких играх, вернее видео вы можете найти на нашем канале, советую там покопаться, там есть очень много интересных видео именно про игры. Ну а как резюме, канал Технозон рекомендует данную приставку к приобретению, но однако не советуют играть на ней в игры, не оптимизированные под смарт ТВ боксы. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока!